Репетиция прошла в четком соответствии с порядком проведения парада кораблей и военно-морского праздника, посвященного Дню ВМФ. Все было, как будет 26 июля. Главная, она же последняя тренировка, началась в 9 часов утра с торжественного подъема флагов на кораблях и судах Черноморского флота. На Графской пристани парад принял командующий Александр Витко. Далее на катере, в сопровождении других судов, обошел стоящие на рейде корабли. Возрешите мне, в имени военного совета Черноморского флота, поздравить всех вас с наступающим Днем ВМФ. Спасибо за то, что вы пришли, проявили тем самым любовь к ВМФ. Флот и Севастополь едины с праздником. Военно-спортивный праздник открылся театрализованным представлением, посвященным истории создания Черноморского флота. В образах героев 18 века предстали артисты театра имени Лавренева и униформисты. Далее самая зрелищная часть, а это 20 эпизодов, демонстрирующих силу флота. Сюда в том числе вошли поиск и уничтожение моряками и летчиками минных заграждений, самолетов и подводных лодок, операция по освобождению судов и спасению экипажей, а также высадка десанта. Готовится операция по высадке морского десанта на побережье. Открывает носовую аппарель, по которой на зыбку волну сойдут боевые машины морских пехотинцев. Разворачивается бой за высадку на побережье. Особенностью праздника этого года стала демонстрация мощности авиации. Задействованы истребители, штурмовики и ударные вертолеты. За штурмалами самолетов, начальник морской авиации флота, летчик первого класса, полковник Геннадий Загонов, вертолеты зависают над летной поверхностью. Есть 95-летие морской авиации. Одна из основных, в общем-то, одна из основных составляющих показа возможностей боевой техники именно сосредоточена на морской авиации. Кроме того, после очень длительного перерыва ракетоторпедным оружием выполнят стрельбу, стрельбу, сторожевой корабль «Латный». В 2005 году крайний раз выполняли, в общем-то, такую стрельбу. В генеральной репетиции, а затем в параде задействованы 20 кораблей и катеров, порядка 35 летательных аппаратов, 9 вспомогательных судов и 21 единица техники береговых войск. В этот раз в военно-спортивном празднике не принимают участие 9 кораблей и судов Черноморского флота. Значительное количество кораблей выполняют задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море. Кроме того, отряд кораблей Черноморского флота, в который входит и гвардейский ракетный крейсер «Москва», и сторожевой корабль «Пытливый», а также спасательный буксир «Шахтер» и «Танкер Бумнов» в настоящее время закончили деловой заход в эквентариальную Гвинею и продолжают выполнять задачи в Атлантическом океане. Очень можно, только то, что 7 кораблей не хватает, 4 в Атлантике и 3 в Средиземном море, вот их самые такие крупненькие, посмотреть будет. С морской пехотой, взаимодействие, и особенно вот эти вот Ка-2, вот эти вот вертолётики, нормально, впечатление очень сильное. Санкт-Петербург, вот, очень нравится. Не каждый год получается приехать, увидеть всё это, вот в этот раз нам повезло. Замечательное впечатление, просто мощь, сила и красота. Гордость, гордость России. Организовано хорошо, приходим сюда каждый год, вот, мы очень довольны, что так развиваются события. Погода отличная, народа много, и придём сюда обязательно ещё, когда будет официальный праздник. Это ж ещё далеко не все его резервы, мы ещё не всё знаем про прошение Мавский флот. Убедительно. Убедительно. Можно спать спокойно. Мы испытываем гордость за наш флот, за нашу армию. Очень приятно. Парадом кораблей празднование Дня флота в Севастополе не закончится. Жители и гости города ждёт ещё целый ряд мероприятий. В частности, возможность свободно посетить корабли и музей Черноморского флота. Праздничный гала-концерт на площади Нахимова, который начнётся в 19.00, а завершит всё в 22.00 получасовой артиллерийский салют и фейерверк над акваторией Севастопольской бухты. Ольга Деменчук, Деревер Меджитов, информационный канал Севастополя.